Семеновское озеро в Мурманске это самое популярное место для купания. Здесь в домике моржей есть все средства для спасения утопающих. Есть круг, есть крепкие веревки, лестницы и длинные палки. Но сами моржи говорят, что это очень вряд ли им когда-нибудь пригодится. Николай Фокин 11 лет закаляется в проруби. Но еще ни разу на его памяти не пришлось использовать даже аптечку. Здесь все грамотные, трезвые люди, спортивные. С дуру не лезут в воду. Надо подготовку иметь. Просто так не залезешь. А у нас это сейчас, наверное, градусы два силы. Однако в области каждый год происходят несчастные случаи. За эту весну люди уже дважды проваливались под воду в Кольском и Кадалакшском районах. И несмотря на запрет выходить на лед, северяне продолжают рисковать. Надо признаться, что у нас в Мурманской области еще товарищи рыбаки пытаются поймать удачу. И в связи с этим хотелось бы к ним обратиться. Что уважаемые любители зимней рыбалки, соблюдайте безопасность и берегите свою жизнь. Не подвергайте себя опасности, выходя на опасный лед. В одиночку не стоит даже подходить к берегу. Иначе рассчитывать придется только на свои силы. Поэтому сегодня Общество спасения на водах, МЧС и инспекция по маломерным судам провели парную тренировку. Один спасатель тонул, другой его вытягивал разными способами. Такие показательные выступления проводят каждый год. Специалисты говорят, убеждение действует и на воде гибнет все меньше людей. А значит нужно продолжать работу. Очень опасный период, когда идет таяние льда, и это весна, и осенью, когда идет становление льда. Люди должны различать опасный лед и безопасный по цвету льда. Не обязательно ходить с линейкой и замеры делать. Обратите внимание на поверхность озера. Если лед темный или имеет вот такие пятна, это значит, что сквозь него уже проступает вода. Лед тонкий, он попросту не выдержит вес человеческого тела. Правильный, крепкий лед обязательно должен быть белый, может быть с зеленым или голубым оттенком. По Семеновскому озеру лежит короткий путь в Лапландию. Часто дети бегут по нему, несмотря под ноги. Напомните им и всем своим знакомым, безопаснее ходить все же по твердой земле. Александра Клепцова, Виталий Попков, ТВ21+.